Пойдем с жоуями в лес, лесник у нас отымет, наберем, лесник отымет, мне вот план дают, пойдем на лугах занять, я не плачу, дождь идет, так вот мы и жили, мы выжили, рады мне всех, сейчас остался я один, от восьми человек остался один. Здравствуйте, я хочу сейчас обратить внимание вас на то, чтобы вы смотрели это интервью по-особому, не так просто смотрели, как вы обычно смотрите. Я хочу, чтобы вы отнеслись к этому интервью так же, как я к этому интервью отношусь. Для меня этот человек, замыкающий, завершающий жизнь этого поколения, он родился в 1936 году, и это поколение уже ушло, их сейчас не найдешь, мужиков особенных. И вот то, что он говорит, тембр голоса, сама речь, сам говорок его, сами слова, это оттуда, из тех времен, те времена уходят. Проблема-то в том, что нарушена связь поколений, нарушена, такого никогда не было. Сейчас идет информационная волна, она перепрограммирует, всех людей перепрограммирует, особенно молодежь. А старики нам ничего не оставляют. И в результате получаются, старики уходят, уносят свою духовность, свое понятие о нравственности, о чести. А оно же ими приобреталось в таких муках, в таком труде. И теперь появляется какая-то новая цивилизация, нам не неведомо. Я оскорблю о этом ушедшем поколении. Я хочу, чтобы вы вместе со мной скорбили по этому ушедшему поколению, по этой цивилизации. Чтоб почувствовали эстетику, почувствовали живой трепет того поколения. Потому что мы не просто это интервью смотрим, мы смотрим как представителя, последнего представителя этого поколения. Это как-то вот звучит монументально. Это как-то вот должно мобилизовать вас. И должно настроить вас на иное восприятие обыкновенного вот этого интервью. Вы послушайте. Вы послушайте и вникните в каждое его слово. Эх, там он многое ведь сказал. Поймите, почувствуйте. Ну, научитесь сопереживать, кто не умеет сопереживать. А кто сопереживать умеет, то сопереживайте. В общем, интервью небольшое, но очень емкое. Спасибо. Здравствуйте. Я Квардаков Иван Гаврилович. Родился в Рязанской области, Скопинский район, Желтухинский сельский совет, деревня Козловка. Отец был на фронте, пришел ранитый. Брат старший погиб во время войны над Польшей. Был летчиком. Мать работала в колхозе. Мы ей помогали. Ходили в лес за травой. Коров кормить нечем было, сено не давали. Вот. Ну, из леса носили траву на себе. Пойдем с желудями в лес. Лесник у нас отымить наберем. Лесник отымить. Мне, говорит, план дается. Пойдем на лугах конятник рвать. Объездный или бригадир нас разгоняет там на лоз и за нами гонять начнет с кнутом. Так вот мы и жили. Ну, выжили. Правда, не все. Сейчас остался я один. От восьми человек остался один. Три брата умерли. Две сестры. Остался вот дед один. Не дед, а уже прадед. Скажите, а как вы голод перенесли в 47-м году? Когда больше голодно было? Во время войны или после войны? После войны, вот в 47-м году. Голод начался. Да. Расскажите про этот голод. Ну, ну, сейчас. Можно рассказывать. Вот в 47-м году мы голодали, ходили в лес, собирали желуди. Лесник у нас наберем, лесник у нас захватит, отберет. Ему, говорит, мне план нужен. Отсылал куда-то. Лесничество. А нам не давал. Ну, вот траву собирали, ели. Конятник пойдем рвать на луга. Бригадир гоняет, теперь объездный. На лошадь верхом за нами с кнутом. Потом успеем под речку схорониться. Значит, не попадете. А то с кнутом нас гоняло. Вот опухнем, дружку на дружку смотрим, смеемся. Он на меня глядит, смеется. Я на него гляжу, смеюсь. Лицо опухлости, блестит, как это, сапог керзовый. Ну, как резиновый. Морды, бог, были. Блестели. Вот я на него гляжу, а он на меня. Мы смеемся, дружку надо. Сам над собой, в общем. А заколоски сажали в тюрьму? Сажали. А вы помните, расскажите, кого там посадили? Заколоски посадили у нас так, Лискина. Иван Патюшки, я забыл его как. Вот он, стали когда его судить, он сказал. Граждане, последнее слово, граждане судят, спасибо, теперь я буду живой. Там паек дадут. Вот колосок, он все семь лет ему дали. Вот семь лет отсидел за это. Вот одного я помню хорошо. Что за колоски. Пошел, колосок, колосков в карман нарвал. Семь лет. Последнее слово подсудимый. Вот он встал и так им ответил. Спасибо, граждане судят, теперь я буду живой. Семь лет отсидел, пришел живой. Отец у него помер с голоду. Были две собачки, они их там вдвоем съели, больше жить нечего было. И так они умерли. Мать у него умерла с голоду. И отец. Отец был высокой ростом, как себя помню, здоровый. Вот двое у нас они и умерли. Это среди полей, да? В колхозе в 1947 году умерли с голоду. Много-много умерло. Это где еще раз? В Рязанской губернии, в Скопинский район. Был он наш, у нас, сказать, Желтухинский, Шлемирский был район. А потом соединялись, соединялись, стал Скопинской. Все документы туда и перешли. А от проросших колосков умирали? От кого? От проросших колосков. А проросших их не было, колоски. Когда только начинается вот с молоковник, а уже начали рез резать. Тут начали гонять, крову лить. С молоковник было. Вот это я помню. А людоедством никто не занимался? Пока нет, этим не было. Вот собак двое съели, две штуки. Было в деревне, больше не было, и все. Собак всех съели, да? А было две их у нас. Во время войны забрали всех. Собирали собак-то. Отбирали, у кого остались, вот две, сохранились они. Или дома не были, убежали куда-то. Вот так вот осталось все. Вот они их съели, и все. Больше не было. Какие самые голодные годы в вашей жизни были? В 47-м году, после войны. А почему так голодно было? Засуха была. И урожая не было. Лошади тракторами стали пахать, землю все взворочили, глину-то оттуда. Она и урожая не была поэтому. Плодородные земли, то ее все туда вниз опустили. Глубоко пахали-то. Вот, поэтому урожая не было. Пахали у нас, овесов сеять стали. Утром встали, снегу по колено. Все смеялись. А с района был один, и он говорит, вот, завтра на эту гору сеять поедете, пахать. А ему один дед отобещает, что до завтра дожить надо. Утром встали, снегу по колено. Так вот, тепло, солнце, туман. Ну, посеяли овес вручную. Ну, вот, овес был хороший. Но нам не давали его. Лошадям в государство сдавали. За год зорно возили. Вот, женщины на лошадках, в мяшки, поехали. Все вручную, все на лошадках обрабатывали. А дрались за хлеб там? Нет. Были какие-то драки? Не было. Воровали? А? Воровали что-нибудь у кого-нибудь, друг у друга? Нет, насчет этого у нас не было в это время. Скотину угоняли? Скотину угоняли у кого-то там? Скот нет, не угоняли. У нас в колхозе скот был. У меня отец после войны, он сторожил там. У него собачка была хорошая, дворняжка. Он на этот дом вышел, уж она все проверить там, пробежить. Приходили, проверяли. С района приходил и предсовета, это ночью. А он пошел как раз туда. Кладовка была, там зерно семянное и, ну, мука там, крупа какая-то. Трактористом к весне все готовили. Тракторами, кажется, пахать стали. Вот она их окружила, да не пускай их в конюшню. Там конюшня, лошадь, одну лошадь, правда, украли у нас. И все. А кто угнал? Цыгане? Нет. Там один в другой деревне. Нашли его, да? Нашли его, убили нафиг. Он этим и занимался в родство. Так вот все-таки убили? Да. А он воровал, ел или куда? Ел, конечно. Куда же он их? Двух он у нас унес, еще там где-то. Ну, специально воровал. И как его убили? Как убивают-то? Он отстреливался. Вся деревня собралась, у кое-чего пропало. Ну, и вот его, и народ поднялся. Там три или четыре деревни, все за ним. Он отстреливал, патроны кончились, съел сзади один топором, хоп, готов. А он воевал сам-то? Этот? Да. А кто? Нет, молодой был. Ну, как молодой? Года от него ушли в армию. А он почему в армию не воевал? Не взяли, может, смотался как-то, не поехал в районкомат. А такого не было? Как не было? Были. Это же дезертирство? Ну, дезертирство. Ловили дезертиров. А у вас были дезертиры? Были. Расскажите про них. Где они жили-то? В лощинках, в лесу. После их там нашли. У них блиндаж, колодец там сделали. Блиндаж все отделан, потолок, пол, все-то паром. Там в лощинка была такая, что трехэтажный дом. И крыши не видно будет. А сын вдвоем не обхватиться росли. Колодец там они вырыли себе, где жили. Ну, и, говорит, костей здесь. И лошадины, и коровьи. Ну, где-то воровали. У нас было где коров в колхозе, в деревне-то. Но молоко сдавали все время. Мол, завод у нас рядом, в нашей деревне был. Вот такие дела были у нас там. А дезертиров когда поймали? Ну, уж после войны их начали вылавлять. Они и сами сдались все. Это один раз они, как, трое пришли в магазин, вооруженные. Ну, набрали себе харчей, там, вина чего. Ну, кушали вот теперь четверо верхами, на лошадях с собаками. КГБшники-то. Так вот, так, так. Они вот только вышли. Ну, а собак на трассе взяли. Пошли. А там лошина у нас, Дунай называется, здоровая. 15 яхтар земли. Дубья уж, о, какие. Один ногу подвернул. Вы, говорит, видите, там им досталось немножко в лесу идти. Тогда в лесу бы их не взяли. Там лошина. Я говорю, трехэтажный дом умещался, уместится. Ногу подверну, я, говорит, их задержу. Ну, отстрелили, патрон кончился, его пристрелили. Он собаку убил, еще одного, этого, ну, солдата, помимо. Убил, да? Ну, чё, они в упор его почти догнали. Там он с автоматом. Они с винточками. А в каком году было? Ну, после войны. Не, во время войны еще. А, во время войны, да. Ну, я уж и не помню это. Ну, так вот и разговор был. Ну, а эти мне дали уйти. Там уже их в деревню ждали. Там деревушку пройдите, лес. Недалеко. Ну, метров пятьсот или с километра. Речушка-то небольшая она. И вот они эту деревушку, ну, застали их как раз, окружили там и все. И перестреляли тоже. Прямо без суда и следствия. Ну, чё ж на них глядеть. Вот такие дела были. Вот магазин. Если в магазин они не заходили, может быть, еще куда ушли бы. А в лесу там, там дорогой. Лесник знал, но он никогда не говорил. Он там жил почти недалеко от них. Там каждый кустик знал. Ну, а они ему сказали, убьем, если что, да? Ну, они ему не грозили ничего. Вот я, говорит, не как встану. Да, я, говорит, не видел. Куда я, говорит, я хожу-то. Вот зимой на лыжах объедет, круг леса, и все. Лес он и не касался. Ну, они, я вот они не трогали. У меня и корова была, и овцы, и поросят держал. Лесник. У него ничего не трогали. Животой он ездил в деревню, там, лесник. Для себя. А для скота у него пруд рядом. В лесу прям и карась водился. Иван Федорович был такой субботен, ростиком небольшой. Голосок тоненький. Это он вам не давал? Желудей? Да. А то ты иметь. И орехи. Орехи тоже. У него план. Орехи так обирали они. Не обирали, потому что, когда сыпаться начинают. Вот кусты. Одеяло у него такое сейчас. Делаете, ну, в общем, куст. Отцепляете, тряхануете, они сыпут. Зернут все на одеяло. И в мешок. И сдавал в лесничество. Лесничество куда давал? Были в магазинах. Продавали. Ну, крепкие они собаки. Ну, сладкие. Вот такие дела-то. А желуди кому? А желуди на целину, он говорил, отправляли. Рассаживать там. Тот в лесничество сдавал. А куда лесничество отправить? А мы куда девали? Там совхоз у нас рядом свиней держал. Вот 10 килограмм желудей, килограмм отрубей, комбикорм давали. Комбикорм блестящий такой, как блестит весь. О, с травой вмешала, мать. Пышки пекла, доели. А как желудей поросят, лучше растут. Вот совхоз принимал. Плохо-плохо жили во время войны. Нет, во время войны мы жили хорошо. Они давали, платили нам. Ну, платили хлеб давали. После войны вот плохо стало? В 1947 году. Как раздастка была, и все. А сусликов выливали? Выливали, у нас их полно было. Как к вечеру начнут свистеть. Речка рядом. Вот сейчас мы ведра налажим в деревья. Бабки за нами гоняют. Цыплят будут грызть, воровать. Какой цыплят? Он сам вылазит, а все равно бежит куда-то. Да нет, два ведра и все. Они глубоко были-то. И лисы были, и волки были. И то их одного там огня нашли. Двух штук молодых забрали. Так они по деревне, как она оболчит, пройдет в запад. У всех корова руть, овца руть. Вот на них, кто будет ваш дед там один? Отпустите их. Они говорят, она хватит спокойно мне до тех пор, пока она их уведет. Или вас, говорит, погрызет. Вот как. Дед один там был такой. Вот и анекроном был. Ну и как решили эту задачу? Ну так, пока не убил там ее один. День-ночь сидел, краулил. А волчонка в кошелку подвесил на дерево. А сам в засаду засел. Вот она к нему подошла, к волчонку. Он ее и грохнул. О, грохнул волчи. Это им овцу с колхоза дали. Все боеприпасы, патроны, гильзы. Денег, 300 рублей. Это уже охотоведы. Ну он отдал им волкота. Они ободрали там его. В охоте в кружок. Волков было много, да? Не, у нас них немного было. Но все-таки беспокоили. Один они, они там жили, в другой лощине. Как ягнока поймаю, коров за ним, все стадо. Вот одна бегала сильно, до кого-нибудь, до чем под жопу. Вот можешь их бросить от ягнока, я пошел сам своим ходом. Волка? Да. Ну все стадо бежит за ним. Он спасается, куда бежать надо, ноги-то. Бежит надо к своим, к свою нору. Вот там нашли двое их, и давай. Первый выкуривали, никак не выходит, водой не выходит. Воды много надо. Давай выкуривать дымом. Дымом откурили. Вылезли молодые. А она ушла, волшица-то. Он сзади фотографирует нас. Вот такие вот дела там были у нас. Жизнь была бегом. Ну а как вы узнали, что война кончилась? Праздник был, да? Тут сразу объявили в сельсовете. А вы как узнали? Ну в сельсовете, у нас там наконец был на лошади. Вот по деревне бригадир, а бригадир наряд дает. А вы в это время что делали? Ага. Вы в это время что делали? В колхозе работал, конюшил уже. Нет, вот само слово сказали, победили. Как это прозвучало для вас? Ну как? Само мгновение вот это. Все бабы собрались в мгарыш вино пить. Не вино, а самогонка была. Это уже кто в вино самогонку несет, кто в закуску. Гармошка появилась сразу. Гармошка не было, на балалайке у нас там один играл. Хромой был. А хромой почему? А где-то в коленку подвернул. Вот тоже лазил он. Ну он по магазине, по хозяине, по личным домам не лазил. Он в государстве. Мол, завод залез, там масло, творог. Потом где-то мед уволок. Вот я ему 25 лет дали. Отсидел, пришел. Балалайшник, да? Да, на балалайке играл. Что-то усил. Вот его все ловили. Раз поймали, его ведут. Один это мент, и менционер. А там речушка-то, наверное. А в каком году? Потому что я после войны уже. Ну, в 47-й, 48-й, 49-й. Да, вот такие, наверное, да. Вот он шел, шел вперед, раз, вернулся через воду и в лес убежал. Потом долго его ловили опять. Поймали все-таки. Там продал один его. Двадцать пять лет отсидел. Пришел, женился, приехал на такси с Ряжеска домой. А к снежоку-то пошел. Это в каком году-то он перевернулся-то, 25 лет? Ну, после войны уже. В 45-е, в 65-е. Да уж вот в 50-м годам сюда. Ну, не 25 лет, может быть, лет 10. Нет, 25. Давали, 25 отсидел. И на Колыменове все отсидел. Пришел этот мешок денег привелся. Обулся, оделся, хромовый пальто и в Москву. И в Москве устроился. И женился там. На одной женился, она его немножко почистила. Ну, хватит меня этих. Пить пил. Приехал, чуть не всю деревню собрал. Котях-котях у него кличка была. Звали Колька. Фамилию забыл, не знаю уж как. Ну, сиротой жил. У него никого не было. Ни отца, ни матери. И вот он играл на балалайке. Был День Победы, да? Да, это он и все время девкам. Девки соберутся, на улице собирались. Клуб не был у нас. Вот именно на балалайке он играет. Играет, играет одно. А потом возьмет на другую, в другую какую-нибудь станешь. На свете у него розы. Не хочет, в ответ не буду. А нас расставят, и глядите. Смотрите, а то, может, милиция. Здесь тук-тук-тук мы. Я ему сейчас раз, он, в лайк-подмышку, и куда-нибудь в кусты хранится. То есть, скрывался от милиции, да? Да. Это после того, как он убежал, да? Нет, как уже, да. Отсидел, когда убежал, а потом он поймали все-таки его. Отсидел. Там они вдвоем. Он все на себе взял. И на тем помогать, помогать. А потом пришел, когда говорит, хоть письма бы прислали, а то вот помогать будем. Присылать посылки. Вот такие вот. Он на себя взял, да? Они даже... Ну, вот ему и дали 25. А так двоим больше дали. Ну, куда больше? Тогда по 25 и давали. Что, не 10, а 25? А? 25 тогда давали, да. В 70-м году вернулся, значит, в 70-м. Ну, ну, вот в таких он. Нету пораньше. Так раньше, значит, не 25. 25 давали он. И все на клыме отсидел. Пришел в кожном пальто. Ну, прихрам, вот так он и прихрам был. Ну, а фронтовики возвращались раненые. Как их встречали? Ну, как встречали? Мать, дом, семьями встречали. Как больше-то? Ну, как встречать? Отец пришел, пришел раненый. Ну, что же. Соседи кое-кто пришли. Самогончик нет-нет, выгнали. Вот так вот. Понемножку всем. А кто не возвращался? Как это? Ну, как вот. Переживали? Ну, как же. Орали, визжали, как эти. Одна, ладно, двое-трое соберутся и начнут выйти. Как извещение пришло, так они вот и знали. Почитали, он каждый день носил, ходил, разносил почту-то. У меня мать носила почту-рассташку, разносила. Вот за 7 километров она ходила за почтой. Там приходит на все деревня-то. Вот расфасовывает, куда какие. Ну, и как она рассказывала? Не так ведь, так ведь, так ведь все. Приходить стали мужики, кое-кто. Побывали у немцев в плену. Вот он рассказывал один у нас, Федя, Федя, Федя Лискина. Попал он в плен-то. Вот у него спрашивают один, немецкой форме. Он раньше барином был у нас. Ну, барин был. Ведь как отец? Так вот ничего уж таскается. И сколько вот ему лет? Вот уж порядочно. А как вот там наш сад? Так вот уж сохнет. Поправим, приедем, посодим. А пруд как? Вода уходит. Сделаем, опять будет вода. В саду пруд был у него. Лесок небольшой. А дом? Дом вот сломали. Построим. В чине генерала шел. А во время войны он был членом военной думы. Поэтому они шли. Здесь девушки дорожки знали. Немцы шли. Чего же они до Москвы за лет дошли? А их знали 4 года назад. И так и больше все. Ну, многие. Отсидел 10 лет еще отсидел. Чтоб в плену был. Вот как у нас при Сталине-то. Вот он в Сибири. На лес повале. Это Федя был. Отец у него... Отца-то его не брали, потому что у него года были. Вот он и спрашивал, как там отец. Да хватит, я ему, наверное, под 90 лет. Да хватит, таскается. Ну, всех знал он. Всех стариков. И его как киностали показывать. Все знают. Вот, князь наш Аболенский. Идет в сине генерала немецкой форме. Вот он и знает. Всех знал. Таких и таких. Вот так он. Вот ей война была. Она к чему. Чтоб у него все отняли, выгнали. Правильно, на ней пошли. Кто в Германию, кто в Америку. Все поразбежались. А как были мы в Лаптежнике, так и остались все в деревне. Ну, у нас до 50... До 61-го года у нас выезду не давали из деревни. Паспортов не было. До какого года? До 50... До 60... Так, это все. До 61-го года. До 61-го? То есть рабство было практически? Да. Ну, паспорта не давали, документы. Все в деревне были. Мы по очереди ходили на работу, чтобы на лошадь захватить, запрещать куда-нибудь ехать. Вот как. Паспортов не давали. А куда без паспорта ехать? Нигде не возьмут. И номеров у нас на домах никого нету. Деревня и есть деревня. Дома без номеров. Документы не давали. То есть полное бесправие до 60... Да. До 61-го года. В 61-м году Хрущев из колхоза сделал совхоз. Вот народ и побежал. Две недели отработали. У нас сразу 33 семьи рассчитали за один день. 33 семьи. А уж у меня, ребята, старший уж сын, лошадь стал запрягать куда-то так, на легках. И у многих так же. Кто на тракторе уже работал. Ну, все. 33 семьи. О, народ будет. А сейчас вот я ездил туда. Все заросло. Такие березы. Ну, все, все заросло. Хотели дорогу провести, Копин-Ряжевск. Ущебенку насыпали. Все, и все заросло. Все забросили. Вот ездил я так. Сестре там дом нашел. Старинные кладки. А вот, а вот что делали уже на цементе, это вся рассыпалось. Крыша железная была, железная плоская была, оцинкованная. Эту железо сняли, продали. Или сдали. А это все пожгли. Ну, все, траву жгут. Скота не видать, не стеряга. У поля обрабатывают. Ну, техника хорошая ходит. Большинство трактора, большие гижевцы пашут. А как у вас Сталин умер? Помните момент? В 1953 году. Ну, и как вы среагировали в деревне-то? Ну, как, в деревне есть деревня. Некоторые радовались, а некоторые горевали. Некоторые сейчас горюют. Сейчас вот Сталин поднять на них, на украинцев-то. Опять подымаются. Вон, корабль наш арестовали, не отдают. Вон, капитан заболел там. Вот так вот, как это. Сады были. Вот я помню, отец, вот при Хрущеве уже. Стали каждый куст списывать. А у нас вышли было много. Отец Ванька, Витька, брат, вот все. Творы знаете, знаем. Берите, взяли, давай рубите его. С района был представитель. За что ты делаешь? А куда, говорит, я? Ну, еще, говорит, родить, а завтра ничего не будет. Я, говорит, чем будут платить-то? Десять кустов оставил. Хватит, говорит, а ведь нам, говорит, хватит. Вот и все. О, Гаврюшка, вырубился обычно. Да и все, кто яблони, бабки давай спиливать. Ну, каждый куст. На шесть лазили, курс считали. Прихрущевет. Вот он вот только сделал, два раза он ошибку сделал у нас. Скот пособрал. Корову и трех овец держали, поросенка. И ты корову, поросенка держишь, и овец. Тут плати налог. За чего там, или за поросенка, или за корову, или за овец. Ну, а корову, когда вот до Кехуша по 250 литров сдавали. До Маленкова, когда Маленков отменил. А так все сдавали. 250 литров молока с коровы. Коса, с коса не брали. Вот прозвали сталинской коровы. Одной бабке 10 лет за это дали. И вот одной бабке за это 10 лет дали, что сталинской коровы называли. На лопшем. В каком году? Ну, вот в этих годах вот. При Хрущеве 10 лет дали? Да. Нет, до него, до него же. При Сталине, да? Да, 10 лет. А как это было, расскажите. Поехала она в город. Казут, меня ждет на автобусе. Нет, там в одном городе не купила, она в другой город. Бабка-то. Бабка далек, да, вон, говорит, за коровку, коровку хотел купить. А как же ты ее повезешь-то? Да, сталинскую коровку я, говорит, в автобусе довезу. Ну, и хлопка тут написал, и ей 10 лет. Да, таких случаев много было. Стариков много сажали за это. 58-10. 58 статья была, 10 лет, и все. Один пришел к соседу, там, Бог молиться, сосед помер. А сруйон был какой-то. Дедушка, где-то, говорит, Сталин, портрет, не икона. А вот Сталин, к сятых я ему в зобу горячий, 10 лет, хоп. Тут приехали, ночью забрали. Ведь кто-то стуканул? Ну, вот он сруйон был. Стуканул, конечно, стуканули. Собрание было, это как приехал с района. Ну, там один в Москве, он работал качагаром, а на лет приезжал в деревню туда. Ну, на собрание пошел, приходит, а тут вот, вот у него же она спрашивает, ну, ты чего сказал? Да чего я сказал, о, вот будем жить одинаково. Как нас жмали, так и будут жмать. Ночью приехали его искать. Пришел собрание, то она у него спрашивает занавто. Чего сказал, вот так-то, давай вот собираюсь уезжать, а то вот за тобой приедут ночью. Перину даже разрезали, глядели, думали, ех, перину зашили. Приехали ночью, и давай все, все по грядке прошли, сено все, штыками. Ну, перину, что перину захоронить мужука, какой маленькой. Ну, перину изрезали. Думали, он там, перине в этой сидите. А он в Москву уехал. Мы там найдем его. Ну, ищите. И так вот он остался жив. В войну он почти не воевал, быстро что-то пришел. Приходили, приходили мужики во время войны. Ну, у меня отец тоже пришел, как попутно, где ночь ночевал, и опять бегом на станцию, чтобы от состава, от своих не отстать. А тот трибунал. А куда они ехали? С Калуги гнали, на Ряжеск. В Ряжеск, в узловой станции там. Куда пошлют, куда хвост там проедешь. А где он воевал? Ну, в Германии побывал. А на каких фронтах, где, в какой дивизии-то? Он в этом, прачный, он белье стирал. Белье, бинты, и тут, как чуть так бомбили. Пока, говорит, один там, этого начальника не застрелил. Тогда, говорит, стали у него вот искать. У него вот эта аппаратура, радиопередатчик. О как. Он все передает. Передавал. И девки, бабы приходили. Тоже вот с фронта. На пулеметах были. Четыре пулемета вот у нас было. Вот, как все-таки, только разберем приказ разобрать. Разберем, говорит, по носу вот лететь. С пулемета по нас ссодить. Потом одна, говорит, да что мы вот его будем слушать? Три разобрали, один оставили. Только разобрали, три-то смазывают. Вот он летит. Ну, говорит, лети, лети. Я на него шипал, он летит. Кто разрешит, я за пистолет, а вторая вот сзади, хлоп, не успеешь. Кто разрешит стрелять по немецкому самолету. Нашли у него и деньги, и на марки, и всякие. И радиопередатчик. Вот он им сообщает, все, разобрали, можно лететь. Это девок много было наших там. Да вот тут Михеевские были многие. Вот она сейчас постарше меня тут вот. Внука схоронил вчера. 33 года. Она живая сейчас? Живая. Так она нам может рассказать? Она постарше, она бригадиром тут была. Она воевала, да? Да, она дочь, которая привезла. Так давайте она нам расскажет, как воевала, да? Конечно, все расскажет. Давайте к ней. Познакомите нас, да? Да вы так доедете, я сейчас вам расскажу, как. Как в деревню въедет на левой стороне. Там гараж, машина должна быть. Там все заметно. Спросят Колумбетовы. Их тут все знают. Она бригадиром была после войны-то. У меня сын погиб один в армии, несчастный случай. Вот внучок. Вчера внучка похоронили, 33 года у ней. Он не болел ничего, и вино не пил, и не курил. А видишь, раз и готов. Вот такие дела у нас были в колхозе. А когда первый раз поели в ДОС-то? ДОС-то первый раз когда поели? Кого поели? Ну, еды ДОС-то когда поели? Вот уже после войны. Вы помните этот момент? Помню, как же. А как это получилось, расскажите? Как? Дали в колхозе. Где дали немножко, где подтащили. Кто карманом, кто как. Мельница твоя была. О, крутишь, свертишь. Ну, сзади мы мешок измалывали. А там карманами таскали. У нас рыба была недалеко. Вот мы пойдем с братом. Мать, нам по ведерку в сыпки штаны, тут завяжем. А сюда немножко, сюда. То есть вы рисковали? Могли бы посадить вас, да? Да, ну, мы же как все были у нас. Только друг, друг. Нам было, мне же 7 лет не было. Ну, помню уже хорошо я. Вот как брат на фронт провожал, как отец приезжал на ночь, на две. Расскажите, как брат? Брат переживал, когда уезжал на фронт? Расскажите про брата. Их троих сразу взяли, в один день. Двое летчиками были, двое пришли, а его нет. А он не пришел, погиб над Польшей. На четырехмоторном летал. Тогда 30 тонн он подымал, сейчас он подымает. А как уходил, расскажите? Помните этот момент? Помню. По снегу уже, снежок был. Теперь приехал, заехал там на лошади один, за ним. Краснов Николаев, он в Подольск уехал оттуда. Вот. И он потом, мой брат Петька, Энтов Николаевского звали, моего Петр, Петр Гаврилович Квардаков. И еще один, Мишка Поливанов. Энт живой тоже пришел, встреча на Эльбе была. Как это кино глядеть, так плакать. Сколько нас там положили, и наши возьмут, и американцы, и немцы. А нам, говорит, стрелять не вилять. О как. Хоть оружие бы не давали, а то оружие есть в руках держим, а не вилять. Панику, панику не создавайте. Провокацию. Вот и провокация. Вот такие дела у нас были. Дровами протопкой мы не обедствовали. В лесу давали пилить. Выпилили, ну, в обраковочной. Санитарная рубка. Ну, все вырубали, выпилили. Ну, в лесу была чистота и порядок. Сейчас не пройдешь, не пролезешь нигде. А вот скажите, мужиков же не хватало. Как? Мужики-то отдувались, которые с фронта приходили за другим? Бегали они по бабам, по чужим? Своих хватало. Свои натерпелись за эти годы-то. Вот один он пришел, я помню его, дядь Петя звали. Даже видел, он идет, шинели у него оборваты все, рваны, все обожжены. Он собак тренировал по танкам. Вот, чтоб собаки не спали, ага, что вот, дня три не кормим их, потом танк заводим, вот им еду под танки они. Вот как немецкий танк, сейчас на них гранаты вешают и пускать они под танк летят. Зацепил, сорвалась и все. Танк загорел. Вот собаку он тренировал, вот он и рассказывал. Кормить кормили собакам, давали мясо, все. Ну, так нигде попало. Вот так, танк заведут, дня три не кормят, вот она под танк кидается, жрать-то. Вот как приучали-то. Вот про вдов расскажите, как вдовы-то? Ну, вдовы-вдовы, и молотили вручную, и косили, это и жна, жали хлеб с серпами, и сену, лука косили вручную. Ну, мужики бегали по вдовам-то? Да нет, когда же им бегать? Нет, после войны, я имею в виду. А после войны у всех свои были. Ну, куда отец пойдет? Не, ну, отец, а другие кто-нибудь может? Ну, и другие так же, придут у всех семьи. Нас тут восемь человек. Вот у Поливанова тоже было восемь человек. Отец погиб, а вот сын пришел. А один был, пять человек было уходило, отец и четверо детей, все пришли живы. И все живы пришли. Вот только одного коленку ранили, как его в самолете, летчиком тоже был. И он не домой, приезжал в Домодедово, уехал, и там туда всю семью перетянул. Отец у него там кузнецом был. У всех все подобрали, поломали, а он две кузни имел, колхозной кузни и свою. Вот он и жил, не голодовал никогда. Один совхоз лошадей гонит, обработает, он обработает это в колхозной кузне. Другой совхоз гонит, он там в своей кузне их обработает. Копыт обрубит, там какие подковать, какие чего. А это вот совхоз, он там свиномец, свиней держал, в общем-то, мясо деньгами. А тот совхоз, там садоводы саду и были. У него и самородины, и малины, и вышние яблоки. Круглый год до новых хватало. У кузнецатого этого. Ну и для колхоза он все делал, он для слов. Вот дом ломали у него, когда он продал, уехал в Домодедово. И одного гвоздя магазинного у него, все свои, все ковные, все выковывал из железа. Вот обруч сварить на горне, сваркой и так не сваривать. Повозки это он делал, повозки делал, оковывал, разные рисунки выкует, что вот. Вот там у него помощник был, молотобойца, мне мой. Вот он заставил, вот мне мой. Горнот вручной был, дутье-то. Он дул топор, кому-то там закалит, и он его расплавил. С этим топором, я мой, за этим парнем гонять. Он тут, говорит, за ним бегает, ты же сам, говорит, велел. А вот к чему-то, понимаете, что ли? А он как кузнец был хороший, молотобойца не мой. А этот кузнец он лошадей ковал, поволит, но подкует, и ноги обрежет, копыт обрубал. А то мне как-то потрескаются, здоровые лапки. И подковы сделает, согнет, ну под любую лошадь. И гвозди сам выковывал. Вот как. А как вы со своей женой познакомились? Как? Соседка познакомила. Учились они вместе. Ну и познакомила. Ходил в ихнюю деревню. Далеко деревня была? Нет. Как вот до Мехеев, допустим. Недалеко, недалеко. Рано она ушла у меня тоже. И до пенсии не дожила. А что случилось? Рак, говорит, поджелудочной железой. Всех рак, рак и рак. Она еще под этой штукой, как связалась тут с одной, каждый день. Я же не и коров доил тут, и что не делал. Скотничал, и же не коров доил. Тут же она, дочка, попала под машину в Москве. Она там месяц целую ее клюет, так же торчала. А коров доил, скотничал, две смены, две смены хреначил. Как только получил, она приезжает, давай деньжонки-то. Там на шоколадку нянькам надо мне переворачивать ее. Там хируру, бутылочку, коньячку хорошенького. Вот как. А сейчас эта дочка меня вабула из топов в лапки. Зяток был аферист, тульской, самовар. Шесть соток. Ну, ребята собрались, а четверо у меня было-то. Все собрались. Ну, где-то много вам, много земли-то. 28 соток было. Шесть соток. Ну, шесть соток, вместо шести соток он все забрал. Шесть соток я младил, а остальное я на сына завещание написал. Он и сына обманным путем. И на моем месте, на кладбище, взяли, похоронили его. Тут он помнит, то, что сахарный диабет у него был. Лечился, лечился и помер. На моем без спроса. Оградку мою выбросили. Вот я хочу ихнюю оградку выбросить оттуда. Я же ее отдавал 120 рублей, так, а за копейкой нагинались. А мою выбросили то, что соседка хоть не эта, там одна. Красивая. Мне красота не нужна, мою не трогай. Так нет. Там рядом прибавили кладбище, хоронили, что же ей там неохота было. Вот мою охрану выбросили. Я вот сюда хоть приехал колбасу стал есть и деньги хоть в руках держать стал, а то я денег не видел. 30-35 рублей за месяц получили, платили нам. А у начальства, у всех, у жены, мужья, все строительные бригады. Лес приходит, вагон, нас выгружать. Вот 20 копеек не денег, буханка хлеба у нас бухгалтер был, а ее мужик строительный. Как ямы копать нам, как жерди прибивать, так они. У них с погонного метра они получают деньги, а мыть копейки. Везде несправедливость, да? Везде несправедливость, да? Да, пословица старинная. Я в котиностерек, у рабочих. У тебя, у меня вот так. И одна, у одной попала барыня, она коз держала, вот она мне рассказывала. Ее раскулачили, она там в другом районе была, о, молодая. Она вышла замуж за кучера, за кучера, вот этого кучера тряпает, сколько за нее. Вот как раз она мне кормить должна, по очереди кормили. Эх, Иван Гавриев, нас кровь, говорит, сразу выпили, все, перекувырнули нас, а с вас соломинкой будут тянуть. Вот я ее часто вспоминаю. Знаете, Павловна была, барыня была, вот эта, за кучер замуж, зачем ты на ней жанялась, мы бы ее сослали. Она говорит, ты что же будет делать? Она говорит, яйцо не может себе сварить, а вот нам, им нужно, лишь сослать, кого-никого бы. Вот было как. Вот как было. Друг друга уничтожали. Ну, а чего больше? Друг друга уничтожали. Смечали, предавали. А вот и начался развал России с Ленина. С Ленина начался развал-то. Не понял? Как? Он в Германии занял денег-то и войну открыл. А нужна она была война нам тогда? Нет. А тут как раз царь, он там все время на передовой был, на лошадке ездил, показывали кино-то. Как снаряжение, как обувка, одежда, как кормежка. А тут не завали люди. Ну, все, поддались. Все, нам достались. Как одна бабка проводница идет по вагону, сумеете, газеты, покупайте газеты. России, правда, продано, остался один труд, берите. К ней не придерешься. России, правда, продано, остался один труд, берите. Вот бабка, видишь, сообразила, чтобы ее не посадили. И вот мать была девочкой, к ней ходила работать туда. Рубь на день платила, барыня-то. Рубь на день. Вот она сходит 30 дней, корову купить. А сейчас я за месяц работал тут? Нет. Подвесмену хреначил. Все равно я такую денег не получил, чтобы корову купить. Брал телочеку маленького. К подю коров держал. А сейчас все, откосился. Его вручную косил. Редко дозять, приедет на трактор скосить, а то вручную. Вот дом я выкупил из колхоза. Колхозный был дом. Двух быков взял маленьких, задричных. Вырастил, обоих сдал в колхоз и вот зашли. В одном 500 килограмм, в другом 300. Ну, 500, это полтора года его держать. За год он такой не вырастет. Как ты за ним не ходи. Вот такие дела. Вот сейчас, видишь, ослаб и никому не нужен стал. Старший сын у меня умер, тоже сахарный диабет был. С 58-го года. А сейчас кто у вас есть? Сейчас вот я один, сейчас никого у меня нет. У меня даже кошки нет. Я брал клей этот, на дошечку намажу и под стол. Как бежись, а в середку положу чего-нибудь. Вот намазал по краям клеем этим, а в середку положу, все хлебушка, колбаски. Раз туда лезет, все попал на клей, все уже не оторвется. Мышка? Хоть мышка, хоть крыса. Клей такой. А много у вас мышей или крыс? Кого больше? Крыс или мышей? Мышей в прошлый год мать-мущей был. Пешком ходили. Но нынче что-то не видать. Был штук пять и попались, и все. Это, наверное, разведка была. Сказали, что они ловят, да? Да, больше тут нечего делать. А в прошлый год мать-мущей была. Тут уж были большие, а то тут вот такой вот, а лезет, все равно кусает. Не кусает, а грызет что-нибудь. И бутылки миловил. Ну вот, вот это хорошо доску-то. Фанерку, я с фанерку намажу края, а в середку что-нибудь положу или сухариков. Вот они тут и прилипли, вот я их клещами в ведро. Ну, куда же их больше? Как вам кажется, жизнь быстро пролетела, нет? Да что бы одно воспоминание, что с жизнь? Если бы я хорошего все увидел. Я хоть тут вот немножко деньги стал видеть, да колбасу стал есть, а там-то у нас не было этого. Денег-то я не получал, 30-35 рублей за месяц. Без выходных, безо всего, скот четырех с обходной. При весу нет. А как вы относитесь к тому, что сейчас у нас олигархи появились? Да мне все равно. Я у них не работал и не работаю. Ну как вот, они же взяли все то, что вы заработали, вам не доплачивали, вам не давали еды нормальной, они все забрали себе. У них коммунизм, а у вас дырка от бублик. Ну, как было, так, ну, бароник нам сказал, с нас, говорит, сразу кровь всю выпили, а вас, как ворон, ты не слыхал такой анекдот? Летит воронка вверх, в финной-то, а и леса идет. Э, что это так? А мы, говорит, перестраиваемся в лесу. На второй день леса, раз, и я переостроюсь, и задом в лес идет, а там ее медведи сделать. Ну, медведи поймал ее, оттрахал. Вот идет, леса сгорбатилась, оборот опять летит. Вот такая-сякая горбатая научила. Мы, говорит, вверху переостроимся, а вас внезут, говорит, как трахали, так трахать и будут. Ну, ведь вот придумали анекдот. И тогда придумывали. Жили-были три бандита, Гитлер, Сталин и Никита. Гитлер вешал, Сталин бил, Никита с голоду морил. Кукурузный хлеб стали давать по норму. Егор. А свое, в свойстве, пшеницу за границей, а нам кино да радио. А больше сейчас, пшеничку тоже за границу, а нам что, отходы, из-за отходов хлеб пекут. Вот режу, попадаете, ну, раз, ячмени даже не обрушенные, пшеницы не молотые, в хлебе-то. Зато он, вон какой здоровый, раздуйки его. А раньше скисли, свой пекли. Два дня уж он черствует, как горох сыпется, этот-то белый-то. Черный-то я не беру, заводнейшим, жвов нет, осталось два клыка, вот. Все. Болеть не болели, а все покрошились. Ну, ни разу не чистил, как со школьности, с камьи, и все. Один раз почистил, и все. Ну, ни разу не болели. Нет, два только выдернуло. А когда сыпаться начали? Да вот уж недавно. А так все были свои, да? Да. Два только выдернул, и все. Хорошо. Ни разу Зубнов не было, чтобы он. Выходил вот тут, один в Люберцах выдергивал. Там схватил меня, раздался его. Корой вызвали. Приехал, забрали, и в к врачу. Выдал. Ну, я и что-то, а вот больше нельзя, завтра приходи. Так не ходи, я ходил бы в ходок теперь. Ну, вот такие вот дела. Хвардаков Иван Гаврилович, 1936 года рождения. Родился в Рязанской области, Скопинский район, деревня Козловка. Здравствуй, батя, я пришел. Ты прости, что поздно. Видишь, батя, я большой и такой серьезный. Денег сорок, сорок. Посеми карману. Только что мне скучит твой. У меня нет, батя. Не обнимешь крепко Сына увороть. Батя, я не плачу, Дождь идет. Батя, я не плачу, Это дождь идет. Идет. Батя, я не плачу,